Музыка Всем привет! Всем привет! Всем привет! Я Кира, и мы начинаем нашу сессию с разбором резюме. Мне кажется, что действительно резюме актуально очень начинающим специалистам, но ведь всегда есть такая ситуация, когда ты хочешь попасть в компанию мечты, и тогда нужно сделать такое резюме, чтобы тебя заметили и тобой заинтересовались. Меня зовут Кира, я руководитель рекрутингового агентства NewHR, и я хочу представить наших других спикеров. Кирилл Горелов, руководитель службы подготовки данных. Рома Ивлеев, руководитель программного комитета TeamLead.conf, и Лика Гаглидзе, руководитель рекрутинга в Яндексе. Мы будем разбирать несколько резюме. У нас есть пять резюме. И в процессе вы можете задавать вопросы, писать их в чат в Ютубе, и мы постараемся успеть тоже на них ответить. Давайте начнем с первого резюме. Нам прислали несколько резюме, и мы убрали все персональные данные. Мы будем выводить их сейчас на экран и комментировать то, что нам показалось важным, интересным. Будем комментировать, как можно сделать лучше, и классные вещи, которые уже есть в этих резюме. Так, ну что, давайте начнем. У нас есть первое резюме. Кирилл, давай с тебя начнем. Спасибо. Ну что ж, давайте начнем с первого резюме. Мы сознательно убрали все персональные данные отсюда, поэтому я буду комментировать то, что видно. И первая такая немножко противоречивая тема, которая встает перед всеми, кто пишет резюме, это нужно ли в резюме помещать фотографию и возраст. Четкого ответа на этот вопрос на самом деле нет. С одной стороны, это может вызвать некое предубеждение со стороны HR или нанимающего менеджера, который будет это резюме смотреть. С другой стороны, ничего плохого в этом нет. Уж если вы размещаете свою фотографию, постарайтесь сделать так, чтобы эта фотография была строгой, нейтральной, доброжелательной. Кирилл, а что такое предвзятость? В смысле, как предвзятость? Что такое фотка, где будет предвзятость? Ну, если эта фотография какая-то вызывающая, например. В купальнике. Например, да. Вы претендуете на роль разработчика программного обеспечения, но при этом вы лежите в гамаке, в купальнике. Кто знает, может быть, нанимающий подумает, что вы всегда так расслабленно работаете. Окей. По поводу возраста. Рекомендации большинства крупных западных компаний его не указывать. Но на практике ведь из опыта работы, из опыта учебы все равно примерно возраст понятен. И те, кто команды формируют, они все равно стараются этот параметр как-то учитывать. Это не повод к кандидату отказать на базе его возраста. Но это некий таргетинг. Как правильно сформировать команду так, чтобы не получился один взрослый, седобородый ядька среди джуниор-разработчиков. Вы можете чуть-чуть про возраст здесь немножечко сказать? Лид, мне кажется, нам надо прокомментировать с тобой как рекрутером, потому что возраст – это все-таки какая-то важная вещь. Если человек не указывает возраст, есть какое-то подозрение, что что-то не так. Слушай, если человек не указывает возраст, его просто рекрутер считает из образования исходя. Да, но может ошибиться, если ты не сразу после школы пошел в институт. Но возраст, мне кажется, нужно указать просто потому, что первый кейс, как ты сказал, у тебя там все джуны 23-летние, а человек 50, он офигенно классный, толковый, но ты просто его кому-нибудь другую команду посоветуешь, например, потому что все равно будет какой-то у них культурный разрыв. Но мое мнение, что да, нужно указать. Ну, просто так проще, то есть больше шансов, что твое резюме пойдет дальше. И не будет вот этого странного ощущения, почему нет возраста. Я слышал, что есть два типа людей. Одни помнят, когда они родились, а другие помнят свой возраст. Вот я помню, когда я родился, каждый раз, когда меня возраст спрашивают, я вынужден делать какую-то математику. Да, дату рождения, конечно. Поэтому уж если вы пишете в резюме свой возраст, не забывайте его апдейтить. Иначе вы будете вечно молодым. Следующая интересная вещь. Здесь кандидат сразу же пишет уровень заработной платы, на который он рассчитывает. Мое личное глубокое убеждение, что этого делать не надо. По нескольким причинам. Ну, самое очевидное, это то, что указывая уровень заработной платы, вы точно совершенно о себе формируете некое мнение, основанное не на ваших компетенциях. Потому что и HR, и нанимающие менеджеры, когда будут видеть это резюме, они у себя в голове смапят вашу зарплату на некий уровень компенсации на разных уровнях. То есть это тоже будет предвзятость, да? Конечно. Потому что они сразу же попытаются вычислить ваш уровень не на базе тех знаний и навыков, которые вы можете продемонстрировать, а на базе какой-то цифры, которую вы указали. Это первое. Ну, а во-вторых, я считаю, что вы при этом сами себя ограничиваете, потому что в зависимости от того, как вы пройдете через процесс найма, через собеседование, ваша компенсация может оказаться очень разной и выше того, на что вы изначально рассчитывали. Я бы здесь чуть-чуть дополнила, потому что в любом случае, мне кажется, вот, Элит, поправь меня, если ошибаюсь, все-таки рекрутер же спросит зарплату. И здесь, ну, действительно, вот тут отзовусь к тебе, если ты претендуешь на джуновую позицию в классную компанию, ты нуждаешь один уровень, а если ты понимаешь, что в этой компании ты можешь занять более высокую позицию, ты можешь называть, может быть, наверное, и другую зарплату. То есть действительно больше гибкости, но все равно зарплату ты будешь называть. Скажи, пожалуйста, часто ли в твоей практике были случаи, когда ты сразу отказывала кандидату, потому что он промахнулся мимо рыночной? Знаешь, было так, когда кандидат пишет «я хочу миллион» в резюме, ну, такой заградительный, значит, прайс, это не было поводом не начать с ним разговор, но это было поводом уточнить все-таки, значит, что именно он хочет и ради чего он, например, готов назвать рыночную зарплату. Но никогда это не было заградительной историей для меня, чтобы я не начала разговаривать. А как вы используете вот этот желаемый уровень компенсации? Какую информацию он для вас несет? Смотри, есть же бюджеты жесткие, например, у компаний, когда ты понимаешь, что вот мы ищем ровно в этом бюджете, и мы не можем двигаться. И если человек говорит, ну, вот я стою полтора раза больше, то можно, конечно, попробовать с ним поговорить, но, скорее всего, это будет второй приоритет, потому что, ну, кажется, что это уже перелет, и нет смысла тратить ни его, ни наше время. Ну, здесь я бы посоветовал, наверное, кандидатам как-то мониторить рынок, собеседоваться в разные компании, смотреть, какой уровень компенсации вам предлагают, какой уровень компенсации на рынке соответствует вашему уровню. Ну да, я бы все же дополню, я бы советовала все-таки в резюме не указывать, а ожидание озвучить рекрутеру. Когда ты уже узнаешь, на какую роль тебя процессит, сможешь себя как-то с этой ролью смычить, и тогда уже сказать, вот я хочу, вот, стальки-то. Это, ну, в общем, хороший разговор с кандидатом. Да, согласен. И тут мы плавно переходим к следующей теме про роль. Очень хорошо. Глядя на это резюме, что я вижу? Опыт этого кандидата, он довольно смешанный. То есть здесь одновременно видно и опыт в разработке ПО, и опыт в схемотехнике. Давай я вниз еще прокручу, чтобы было видно. В принципе, мне эта история понятная, потому что я сам программировал железки, я занимался таким низкоуровневым программированием, и что такое софт близкий к железу, мне вполне понятна и знакомая история. Но все же, если вы собеседуетесь в софтверную компанию, надо каким-то образом сконцентрироваться и в резюме сразу дать рекрутеру понять, на какую роль вы претендуете. Потому что когда HR будет смотреть такое смешанное резюме, он может неправильно сметчить ваш опыт на ту роль, на которую вы претендуете. То есть риск получить нерелевантные предложения, по сути? Да, конечно. Если ваш основной фокус – это все-таки разработка ПО, то так и напишите, что желаемая роль – это разработчик программного обеспечения. А дальше уже ваш опыт, ваша эволюция от схемотехники в разработчике ПО будет видна. Здесь интересно, кстати, здесь в этом резюме в качестве базовых навыков… Верно? Да. Сразу же указан из XC++ и такой фреймворк Qt. На самом деле фреймворк-то классный, и он позволяет писать довольно легко приложения с графическим интерфейсом. И на рынке существует довольно много разработчиков, которые им пользуются, и туда порог входа, но он не то чтобы очень большой. И у меня при обработке резюме уже некий триггер такой. Если соседствует там C++ и Qt, то часто это может говорить о том, что нужно кандидата получше поспрашивать по алгоритмам и структурам данных, потому что иногда здесь начинает не хватать знаний языка базовых. А что бы ты посоветовал бы? Я бы посоветовал немножко добавить в резюме информацию о знаниях алгоритмов. Если он претендует на такую позицию. А возможно он как графический программист хочет? Может быть, но это сужает нишу. Это довольно специфическая область. Конечно, много есть позиций, где это нужно и востребовано. Но, например, в Яндексе очень много бэкэнд-разработки, где графических интерфейсов нет. А нужно, наоборот, знание базовых технологий, языка. И на интервью все равно это придется продемонстрировать. Но здесь я смотрю дальше. Если читать это резюме до конца, то я вижу, что кандидат учился в ЭТМО. Здесь, конечно, у меня хорошие ожидания, потому что ребята из ЭТМО, они, как правило, очень толковые ребята. Весь мой опыт найма показывает, что этот университет выпускает хороших разработчиков. Да, ВУЗ в этом смысле всегда, особенно на старте карьеры, очень хорошо играет. Безусловно. И видно, что человек занимался в университете активно деятельностью и писал. У него где-то были публикации, список публикаций я вижу у него в резюме. Это здорово. Это плюс всегда. Да, это всегда большой плюс. Здесь я бы порекомендовал по возможности указывать ссылки на эти публикации. Идеально было бы, да. Чтобы можно было не искать их по всему интернету и просторам мира, а сразу пойти почитать, если, конечно, это возможно. Супер. Спасибо тебе большое. А можно я чуть-чуть еще покажу? Попалю эту автору. И такое рекрутерское спасибо. Слушайте, я когда это резюме читала, как мы все подтерли компанию, я понимаю, что я не знаю половину этих компаний, где она работала. И это настолько круто, что кандидат написал, чем занимается компания. Вот туда видно. Да, что тебе не нужно гуглить дополнительно, гадать что-то, искать. Он просто написал, про что бывает компания. Да, это очень круто. Делайте так. Давайте дальше. Лика, дальше. А, нет, Рома, дальше. Рома, держи. Рома, расскажи, пожалуйста, как много ты собеседовал в своей жизни людей? Ну, прилично. Я думаю, что до тысячи не дошел, но сотнями ты точно измерялся, особенно когда приходилось набирать новые команды. Ну, там, условно говоря, ты за 3-4 месяца проводишь по 5-6 собеседований в день. Я даже слышала, что ты первым шел собеседовать, до рекрутера даже. Ну, я вообще, в принципе, проповедую такую историю, что если ты ищешь инженера, особенно когда у тебя нет команды, когда ты не знаешь, кто тебе нужен, тебе нужно подбирать людей даже не столько по техническим скиллам, сколько по тому, насколько они тебе подходят. Потому что обычно ты набираешь... Ну, сейчас рынок чуть изменился, если, например, отмотать, вот когда я собирал, рынок был более спокойный, у меня была возможность повыбирать, и я брал людей из расчета на то, что они не подходят по каким-то моим внутренним, по духу, как это принято говорить. То есть ты лоялен к разного рода резюме, судя по всему? Да, я лоялен, но и не лоялен одновременно. Сейчас вы хвалили, да, теперь моя очередь. Да, сейчас я немножко буду ворчать. Соответственно, это вот еще один коллега прислал резюме, у него тоже не так много опыта, и что здесь бросилось в глаза? Сначала похвалю прям быстро, это то, что коллега сразу указал должность, которую он хочет получить, прямо в первой строчке, что он планирует быть, ну, претендует на роль младшего бэкэнд-разработчика, но что здесь мне не нравится? Мне здесь, во-первых, не нравится то, что резюме изначально написано на английском, потому что, в принципе, это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, если ты ориентируешься на российский рынок, то, наверное, все-таки имеет смысл больше писать по-русски, либо держать два резюме, одно на русском, другое на английском, соответственно, в компании, которые российские, передавать на русском, и для чего? Для того, чтобы избежать вот эти проблемы перевода. Ну, и сразу два резюма можно отправить, кому комфортнее. Да, потому что ты избежишь проблем перевода, особенно для тех, кто посмотрит резюме, это могут быть сорсеры, чары и так далее, а если ты прислаешь какой-то технический английский, то бог знает вообще что-то там. Особенно забавно смотрится, когда там человек указывает какое-то знание английского, а при этом у него резюме пестрит ошибками. Да, это, кстати, тоже, ну, и это бог с ним, соответственно, то есть, если есть возможность отправить на русском, то лучше это делать, конечно, на русском. А дальше здесь тоже перечислены скиллы, и, соответственно, технические скиллы и софт-скиллы, все как полагается, все по шаблону. Ну, опять здесь тот самый C++ и QT, про который мы говорили до этого, бог с ним. Здесь также фигурирует тех, тех это крутой, конечно, текстовый процессор, но не очень понятно, какое он имеет отношение к бэкэнд-разработке, это просто как ты вот умеешь и чем-то ты умеешь пользоваться. Часто еще здесь указывают Photoshop, часто здесь указывают Microsoft Word, ты просто, вот ты смеешься. Да, смысл указывать, наверное, все подряд нет, но если ты готов объяснить, зачем ты это все туда напихал, то вполне можно, соответственно, это все там держать. Здесь основная проблема в этом резюме, на самом деле, не в том, что на английском или что-то положили в скиллы, здесь проблема в том, что коллега в опыте указал компанию, в которой… Да, обратите внимание, что там написано. Да, там указана компания, где написано, что он получил оффер, но до сих пор там не работает. К сожалению, получилось так, что коллега немного слукавил. Да, мы знаем эту компанию. Я навел справки в этой компании, да, и коллега там, к сожалению, не получил никакого оффера. И по моему опыту в последнее время это очень распространенный подход. Многие кандидаты, причем даже не уровня джунов, а уровня старших разработчиков и архитекторов, зачем-то указывают несуществующий опыт работы. Считают, что не будет проверки, как бы, да? Ну, наверное, причем это доходит до смешного. Одно дело, если ты указываешь какую-то известную компанию, что ты там работал и ты там не работал, а бывает так, что указывают просто несуществующие проекты, то есть их просто нет. Ну, просто вот взяли, вот как та девочка, которая недавно была шуткой, когда девочка программировала на Волан-де-Мор Ди-Би, но это был целенаправленный подрыв, это была шутка и так далее, но сейчас вот буквально за последний месяц мне попалось несколько ребят, которые указывали несуществующий опыт работы. К сожалению или к счастью, мы сейчас можем огромное количество социальных сетей, связей, мы просто пишем людям в эту компанию, говорим, пожалуйста, не мог бы ты узнать, кто это? И говорят, я не знаю, кто это. И как бы возникает вопрос. Прости. Не, не. Я надеюсь, просто заинтересовал сам подход. То есть одно дело, как ты говоришь, придумать компанию или придумать опыт, а мы так удивились, ну почему ты в опыте пишешь, что у тебя есть оффер? Оффер есть, но работать не пошел. И, конечно, нам стало интересно, мы спросили у компании, слушайте, а вот человек-то чего ждет? А человек, оказывается, не прошел собеседование и оффер не получил. Да, в общем, на самом деле, по нынешних временам, когда все очень плотно перемотно, особенно в IT, экспериментировать с такими вещами не стоит, потому что ты автоматически попадаешь в черные списки и, конечно, с тобой никто не будет беседовать. человек точно привлек внимание, но в негативном ключе. Да, да, конечно, ну потому что там, на самом деле, была очень известная компания и удивила как раз тот факт, что в такой известной компании человек есть оффер, но он там до сих пор не работает. Причем, если обратить внимание, речь идет про июнь 2021 года, то есть мы смотрели это резюме буквально на днях, то есть полгода, где-то вот что-то не случилось. Да, пошли дальше. Там тоже есть пару интересных моментов. Коллега пишет про те проекты, с которыми он работал. Это, в принципе, для отсутствия опыта вполне себе рабочая практика, особенно если проекты релевантны тому, той должности, на которую ты претендуешь. Но здесь есть нюанс. Соответственно, я инженер, я потыкал ссылки, там были ссылки на репозиторию в GitHub. Это круто. Да, это круто. Но в первом случае это действительно было круто, потому что там действительно был код, и коллега прислал ссылку на свой GitHub, в котором действительно были какие-то коммиты, то есть что-то в этом GitHub происходит. Там как раз код на C++, и, в принципе, я так по диагонали посмотрел, он вполне себе приличного вида. А проблема, на самом деле, со вторым проектом. Вот тот проект, который проект по сравнению парсеров, ссылка была не на его GitHub, ссылка была на GitHub его преподавателя. И для того, чтобы мне добраться до его конкретного творчества, мне пришлось полазить по контрибуторам, посмотреть, кто форкал этот проект. В общем, я проявил как бы инженерные некоторые свои навыки, добрался таки до этого нужного репозитория, и потом еще минут 20 ковырялся в нем, пытаясь найти, где же там сравнение парсеров. Ну, в итоге, я, конечно же, не нашел. Ну, видимо, не случилось. Либо не там искал. Так вот, идея в том, что если вы указываете какие-то свои координаты на том же GitHub, либо на любом другом сервисе, где можно публично что-то на вас посмотреть, то, конечно же, это должны быть, во-первых, релевантные ссылки. Там должно быть что-то более-менее актуальное, а не просто... Многие присылают GitHub, потому что кто-то в какой-то методичке написал, что в резюме должен быть GitHub. Да, там ничего нет. Инженеры смотрят на GitHub. Ты приходишь на GitHub, там либо ничего нет, либо форк какой-то очень известной библиотеки, просто форк, и все, вот он лежит, как бы, ну, непонятно, что с этой информацией делать. А для тех, кто не инженер, им, в принципе, эта информация ничего не дает. Ты вот сейчас очень важную тему поднимаешь. Ты про то, что в резюме нужно быть готовым отвечать за все, что ты там написал. Да, это вообще мой принцип. Я, когда вижу резюме, если я не вижу в нем какое-то слово, я обязательно это слово спрошу. И чем меньше я знаю это слово, тем больше я про него спрошу. Просто исходя из того, что, во-первых, мне самому интересно, потому что я учусь на собеседованиях так же, как, ну, потому что ты спрашиваешь что-то, что, не знаю, тебе кандидат рассказывает, ты думаешь, о, круто, это все быстрее, чем читать. И это здорово. Если кандидат на собеседование может тебя чему-то научить, это хороший кандидат. Да. Вот таких надо искать. Ну, да. В общем, здесь как раз вот коллега, к сожалению, вот в первой части удивил приятного, в второй части заставил покопаться в гитхабе. У меня, кстати, есть маленький совет к кандидатам, которые указывают ссылки не на свой личный гитхаб. Потому что бывает так, что это какой-то большой проект, в котором кандидат принял участие. Ну, да. Вот. В этом случае это нормально, дать ссылку не на свой проект, а на какой-то большой проект, но тогда пишите свою роль в нем. Ясным, понятным языком. Что вы там сделали? Какова ваша роль? Вот. И если там вдруг этого кода нет, объясните, почему? Или как его найти? Ну, кстати, да, почему бы нет? Тем более, что в том же гитхабе есть куча вариантов предоставить ссылку на те или иные вещи. Там можно показать свою активность, можно показать свои какие-то issues в open source. Если ты контрибутишь, то это все зачтется, что называется. Но если это просто вот ткнул куда-то там в небо пальцем. И здесь тоже очень важный момент. То же самое, как и с возрастом, актуальность должна быть актуальной. Потому что если ты давным-давно этим проектом не занимаешься, он уже там зарос мхом и никакого интереса не представляет, например, на каком-то старом фреймворке. Но если сейчас что-то свежее более-менее вышло, не очень интересно. И я ищу под свежее. Зачем мне смотреть на то, что ты 10 лет назад ковырялся в какой-то библиотеке, которая давно уже не пользуется никакой популярностью. Вот. Ну и здесь классическая история про дополнительные всякие интересы. Я вот, конечно, вот дополнительные интересы хотела бы уточнить. И вот soft skills человек указал. Вот у меня есть мнение про это. Вот скажи, что ты читаешь. Вот читаешь ли ты soft skills и вот эти вот дополнительные интересы? Что тебе это дает? Ну, soft skills это шаблон. Ну, вот то, что вот здесь, это просто шаблон. И нет ли это смысл вообще? На самом деле, наверное, да. Просто я не очень уверен, что это полезно именно на уровне вот как раз разработчика и так далее. Потому что тебе сложно выразить, что ты такое можешь. Вот смотри, там написано good teamwork. Ты веришь, что человек good это teamwork, вот потому что он это написал? Ну, конкретно здесь, наверное, ну, точнее как, я не могу верить или не верить, все равно это буду проверять. А ты будешь это проверять? Ну, конечно. Если вдруг, если вдруг мне очень интересно, я беру человека уже в составившуюся команду, то будет история похожая на то, что мы до этого обсуждали, когда у нас надо подбирать людей, ну, хотя бы вот там по возрасту, по какому-то майнсету, как это модно сейчас говорить. Ну, то есть человек тоже должен быть готов, что ты спросишь его. Конечно, да. Но здесь вот, например, есть шаблонные вот эти вещи, коммуникационные скиллы, вот это вот, то, что я ответственный и так далее, и так далее. Ну, мы все так или иначе ответственны, мы все так или иначе можем общаться, и вряд ли я в режиме напишу, что вообще-то я не люблю разговаривать, я вообще не люблю людей, и отстаньте от меня. И ленюсь постоянно. Да, и я вообще не работаю, и, в общем, что пристали? Не-не, ну, что греха таить? На самом деле, разработчики по софтскиллам отличаются очень сильно. И в большой компании типа Яндекса, например, если у разработчика хорошо с софтскиллами, это прекрасно. Это значит, что он сам сможет из менеджера выпытать, что он хочет, из смежников со всеми договориться. Поэтому, конечно, значит, разработчик с софтскиллами это вдвойне ценный разработчик. Да. Но просто в другом, как этому верить? Вот Кир говорит про это, что вот он написал, и как этому верить? На собеседовании это будет видно. То есть лучше как бы потратить место в резюме на более какие-то... Ну, обычно вот эта вся история про софтскиллы, она обычно в шаблонах резюме тех же работных сервисов, они где-то в самом низу, докуда обычно никто не доматывает. А здесь коллега поднял, это, видимо, какой-то другой шаблон другого сервиса. И вообще, на самом деле, ну, наверное, имеет смысл, но мне кажется, что нужно писать те вещи, которые действительно для тебя важны и нужны. Ну, то есть, если ты идешь целенаправленно, ты понимаешь, что у тебя действительно все в порядке с коммуникацией, что ты действительно командный игрок и так далее, тогда имеет смысл. Если ты в этом сомневаешься, то можно просто опустить. Тебе все равно про это спросят. Тебе все равно позадают какие-то вопросы. Или, например, там не нужен тимворкер, там нужен человек, который будет отдельно сидеть. Хардворкер, да. 24 на 7. Поэтому здесь... Ну, то же самое касается и вот этих вот дополнительных каких-то увлечений. Если это действительно увлечение, имеет смысл это указывать. Если это просто вот там... Ну, допустим, вот я пишу, я увлекаюсь футболом. Что значит? Я в него играю или не играю? Если я у тебя приду и спрошу, какой был счет последний вот в субботу, и ты не сможешь ответить, я расстроюсь. И то же самое касается, например, здесь вот туризм, футбол, хайкинг, это в горы лазить надо, да, то есть это горные... И если ты попадешь на собеседование на человека, у которого такие же совершенно увлечения, ты имеешь шанс нарваться на кучу вопросов, касающихся этого увлечения. Если я как любитель, допустим, футбола, выясню, что ты не любитель футбола, но посчитал себя таковым, я могу расстроиться. Это как бы человеческая реакция, она не имеет отношения ни к чему, что мы до этого обсуждали, но чисто психологически я могу попортить картину о тебе, потому что вот-вот не срослось. Или за разные команды болеете. Это очень страшно. С этим, наверное, не так страшно, потому что я все... Ну, конкретно я лоялен, да, но есть и варианты нелояльности. Поэтому здесь надо быть все-таки готовым, опять же, ответить за свои слова. Хорошо? Опять же, вот на мой взгляд, это лишнее для резюме. Ну, классно понимать, что у человека есть какая-то жизнь. Он чем-то увлекается, про это можно поговорить в какой-то small talk сделать. Не обязательно тратить место в резюме на это. Это первое, а второе вот кейсы, когда ты правда нарвешься на большего профессионала и подпорчишь впечатление. Да, это как раз то, о чем я хотел спросить, зачем об этом писать. Вот, зачем, да, то есть это правда лишнее. Показать, что у тебя есть world-life balance, как бы, ну, окей. Давай, просто перед эфиром. Сколько на самом деле улики и опыт проведения собеседования? Резюме считать бессмысленно. Собеседование, да. Я правда посчитала. Очень простой, ну, мне кажется, простой математикой. Я в рекрутманде 15 лет и активно я собеседовала, ну, 12 лет. Так. Я посчитала, что в году у нас в среднем 209 рабочих дней. С учетом отпуска, да. Ну, я вычла выходные, вычла отпуск, который я доходила и не всегда собеседовала. Вот, ну, в общем, если так взять в средне, то в день у меня было 4 собеседования вот на протяжении эти 12 лет. Дальше я вспоминала, сколько же я там последующие 3 года еще собеседовала, но это получается где-то там 4-5 уже в месяц, не в день. В общем, у меня получилась такая с погрешностью, но цифра получилась 10 тысяч 21 собеседование. И это только собеседование? Да, Кира меня спросила, а как ты думаешь, сколько было резюме, у меня столько нулей не будет сейчас на экране, калькулятор. Ну, в общем, понятно, что резюме там. Открою маленькую тайну, у нас в Яндексе есть внутренняя система, которая учитывает собеседование кандидатов и так далее, и есть такая штука, называется ачивки. Когда человек какое-то достижение делает в любой области, на его страничку, на внутренней системе стеф, где все сотрудники, эти ачивки появляются. В том числе там есть такая ачивка про собеседование, собеседующая какого-то уровня. То есть сразу примерно видно, сколько собеседований провел тот или иной человек. Класс. Да, это круто. Но видишь, я только последние два года в Яндексе, как раз, когда мне уже на спад пошло это количество. У нас нет такого уровня собеседующего, просто пока не видели. Так, давайте дальше. А, слушайте, ну здесь я сразу похвалю, это резюме тут, наверное, не видно на этом экране, но в целом это резюме на одной страничке. Ага, да. Мы специально его разрезали, чтобы было вовремя. А, да. Вообще оно уложилось в одну страницу. И это правда круто, потому что если ты Джун, если у тебя правда не очень большой опыт, не надо писать вот это много страниц, рассеивать внимание сорсеров. Одна страница, удобно, все наглядно, вот прям классно. Оно действительно такое компактное. Оно действительно красивое, когда я бы открыла на компьютере, оно прям вот красивое резюме. Что, наверное, что хочется сразу поправить, первое, что мы видим, это должность. Да, кстати. Это прикольно, это оригинально, но первое, это, возвращаясь к английским словам, в резюме, в основной текст есть на русском, должность на английском. Например, это вот какая-то была задумка креативная, но если вас сорсер будет искать по ключевым словам в профессии... Он вас может не найти? Он не найдет, потому что ты Джава Джун, а не Passion Software, как обычно пишут, и сорсер, поэтому все-таки резюме должно быть таким рабочим, оно должно помогать искать эту работу, поэтому пишите максимально много ключевых слов, которые помогут рекрутерам. Пару... Да, прям добавлю, что сейчас действительно резюме нужно писать, рассчитывая не только на живого человека, но и на как бы роботов, который будет вас как бы парсить и помогать искать. Нет, но кажется, здесь про это нашему кандидату было известно, потому что, видите, он дальше пишет в образовании, он описывает то, чему его учат в университете, и там есть нормальные ключевые слова, и в технологиях он тоже пишется правильно. То есть как-то он найдется, но вот профессию надо менять. Что бы еще хотелось? Хотелось бы все-таки, поскольку есть опыт работы, вот здесь разделен на опыт работы личного проекта, во-первых, сразу совет, личные проекты можно тоже, поскольку это все же рабочая история, это можно написать в опыт работы, если как-то внутри смущает, что все-таки кажется, что это неполноценная какая-то была работа, просто надо написать проект такой-то, но это должно быть в опыте, чтобы так просто легче читать, то есть у тебя весь опыт, он сгруппирован в один блок, и все же... Потому что личные проекты могут так вот, они не относятся... Вообще не про работу, конечно, ремонт дома сделал, на это время потратил, и вдруг написал. Ну вот, конечно, это нужно в опыт, и здесь уже есть опыт, то есть здесь человек еще учится, но опыт у него же есть, поэтому нужно поменять местами, потому что, опять же, если мы говорим, вообще как резюме проходит через там рекрутеров и сорсеров, там пачки резюме, ты быстро все это скринишь... Сколько примерно времени занимает скрин резюме? 30 секунд. 30 секунд. Поэтому, на самом деле, открыв, хорошо здесь на одной странице, но ты можешь уже запнуться на образование, подумать, что дальше ничего нет, а это уже там 135-е резюме за сегодня. И что это вообще Джун без опыта совсем. И ты просто вылистаешь дальше. Образование классное, хорошее. Образование очень хорошее, можно сказать, что это мы любим, но опыт наверх. Если есть опыт, его можно писать наверху. Не очень я поняла, зачем здесь в навыках шведский А2. Да, это как... Кажется, что... Знаю все языки программирования, умею писать или фэллоуорд. Да. Кажется, что шведский А2 все плюс-минус способны выучить за чуть меньше недели. Но я понимаю, что, наверное, дальше в интересах написано изучение иностранных языков, и вот шведский А2 это как подтверждение. Это вот мы же только что обсудили, что мы любим поспрашивать про интересы поподробнее. Здесь вот человек уже опередил наш вопрос. Но, тем не менее, опять же, мне кажется, для резюме это лишнее, если только ты не собеседуешься в шведскую компанию. Но здесь, смотри, тоже мы замазали, все лишние данные. Вот гитхаб человек тоже указал. Гитхаб указал, да. Кстати, просто указал гитхаб, и мы можем туда зайти посмотреть любые какие-то проекты, которые... Туда заходили, и там действительно были проекты, и действительно был человек активно с ними работал. Это вот один из примеров, когда указал, и действительно живой профиль. Кира, отпусти на самообразование. Повыше, да? Пониже. А, еще ниже? Само ниже, да. То есть здесь вместо... А, у нас же еще... Да, 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 там же еще есть треночка. Самообразование. Здесь человек написал... Это нестандартная история. Это очень стандартная. Здесь написаны книжки, которые человек читает, а не какие-то курсы или тренинги, помимо института, да, которые он проходит. Это классно. Как минимум, обращать на себя внимание, потому что так очень мало кто делает. Опять же... Книжки нормальные. Книжки. И книжки классные. Здесь подводный камень. Если вдруг ты не читал, или вдруг ты читал, но забыл, а человек, с которым ты встречаешься, читал, не забыл и это твоя любимая книга, то будь готов к вопросу. Или не любимая. И что еще хуже, да. Вот возвращаясь, опять же, к предыдущим комментариям. Будь готов к вопросам. Поэтому здесь правило простое. Не читал, не пиши. Вот не надо. Но сама идея классная. В общем, за это хвалим тоже. За что поругаем-то, Господи? Поругаем? Только за должность. Ну вот за должность точно хочется поругать, потому что, ну, правда, правда сложновато. Это у него не должность, это, видимо, состояние души. Вот, да. Но это вот не про резюме тогда уже. Да. И, ну, вот, менять местами опыт работы и образования. Это прям... Тут, кстати, погодите, погодите, я поворчу. Давай, давай. На самом деле, вот здесь еще важная история про технологии. Если обратить внимание, вот, на технологии там достаточно обширный список и уверенные владения и знакомцы, и они не очень пересекаются с тем, что было в институте, это тоже нужно быть готовым к тому, что тебя могут начать спрашивать. Более того, вот в курсах огромное количество поводов позадавать вопросы. О, да. Прям вот, очень обширный список, причем те вещи, которые, на самом деле, к разработке имеют тоже достаточно далекое отношение, то есть вот там же та же самая архитектура процессоров и риск и все прочее. Понятно, что, скорее всего, конечно же, этим никто не будет интересоваться, просто посмотрят, но обычно на такие большие списки реакция из серии, ну, да, это институтские курсы, ну, как бы и ладно. И если, например, в рамках вот этого большого, обширного списка были какие-то действительно интересные, важные, крутые курсы, а сейчас они появляются в институтах, становятся все-таки… То лучше именно их подсветить. Да, лучше их как бы приподнять, подсветить, а потом, кстати, а еще вот, в принципе, я прослушал про то, про все, про пятое, про десятое, потому что, на самом деле, если ты ориентируешься на, опять же, софтверную какую-то компанию, где вряд ли есть серьезные вещи, связанные с процессорами, со всеми остальными, но при этом есть вещи, связанные с разработкой, они почему-то ниже оказались, чем истории с сетями и с процессорами. То есть, вот, позиционирование, приоритизация информации, она очень важна, да, то есть, на уровне вот образования, опыт работы, но и внутри образования тоже имеет смысл заниматься этой приоритизацией, потому что мне интереснее было бы почитать про то, что алгоритмы структуры данных конкретно вот у коллеги, про то, что у него есть опыт, ну, по крайней мере, какой-то с там, вот, с TDD, со сборщиками всякими разными, гитая, ой, фу, гитая, Java и прочего, но здесь тоже, главное, не переборщить, да, потому что есть некоторые коллеги здесь указывают опыт работы с командной строкой, значит, опыт работы с какими-то консольными вещами. Понятно, что, да, это круто, но, к сожалению, сейчас это просто гигиенический минимум и подразумевается, что если человек идет на работу и публикует какую-то линуксовую там или виндозовую технологию, наверное, он все-таки как-то умеет, либо там немножко в PowerShell, либо немножко в консоль. Не надо пытаться впихнуть в резюме и разбить его. Да, смысл впихивать туда все, что впихивается, нет никакого. Более того, мы в свое время проводили исследования среди коллег, и это, на самом деле, маленечко раздражает, потому что ты вынужден читать. Те самые 30 секунд скрининга у тебя уходят на то, чтобы прочитать буквы. Ты ищешь те, которые тебе интересны среди огромного массива того, что тебе не очень интересно. Вот, это важный момент, и иногда вот эти вот списки, понятно, что это и для роботов полезно, но вот А4 навыков, ну окей, через 20 лет это будет 3 листа как бы. Кстати, интересно, если роботам-то все равно читать в начале или в конце, а вот рекрутеру надо почитать в начале. Ну, сначала читать робот, а потом-то читать все равно человек. Конечно, и вот человеку надо донести две вещи. Во-первых, на какую роль ты претендуешь, а во-вторую вещь, а почему ты на эту роль подходишь. То есть твои базовые навыки и... Ну, я еще чуть-чуть похвалю, кстати, мы вот в прошлом резюме это упустили, но просто это базовая вещь, о которой точно надо всегда говорить, когда разобираешь резюме. Человек пишет не процессные вещи, а описывает результат. Реализовал бота, ну то есть сконфигурировал докер. Ну как бы не... Некоторые пишут, разрабатывал что-то там, да, или там разработка... И разработал ли... Да, понятно, да. Все выходные чинил машину, починил, говорит, нет. Делал, сделал. Окей, пойдем дальше. Спасибо. У нас есть еще одно резюме. Да, я попробую. Вот так вот. Значит, что здесь? Мы можем посмотреть здесь. У нас тоже есть фотография. Про фотографии мы уже говорили. Это может быть спорная история. Если у вас нет деловой фотографии там с нейтральным либо с позитивным выражением лица, лучше не ставить, пожалуйста, фотографию. Это действительно может немножко влиять на предвзятость. Значит, что здесь хорошего? Здесь указано много разных контактов. Для рекрутера это важно. Непонятно, зачем указан адрес. Вот прям совсем непонятно. Видимо, это тоже шаблон. Ну, какой-то. Наверное, есть какие-то шаблоны, резюме. Здесь не видно, как человек себя позиционирует. Кто он? Он программист, питанист или плюсовик, или C-программист, или C++, или Ski, я не знаю, программист. Но он наверх положил знания и навыки, мы должны догадаться. Ну, то есть рекрутер должен догадаться, какой это программист. Окей. Ну, так как он поставил C, C++, у меня, наверное, предположение, что плюсы является главным языком, ну, потому что C вряд ли. Но вообще много вопросов. Можно здесь сразу добавить? На самом деле, это частая история. То есть, как правило, C++ программисты заодно еще умеют на питоне писать. Например, у нас разработка так устроена, что у нас тот код, от которого мы ждем высокой производительности, написан на C++, а вот всякая обвязка вокруг и тест, они написаны на питоне. Поэтому эти две компетенции, они очень часто соседствуют. Ну, вот он как себя позиционирует все-таки? Ты понимаешь, он плюсовик? Я бы это воспринял как плюсовик со знанием питона. Ок, да, хорошо. А вот то, что он C, C++ через слэш, тебе как? Ну, я-то понимаю, что это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но дальше надо на опыт смотреть. Может быть, он сначала писал на plain C и железки программировал или в ядре писал, а потом переключился на C++. Давай посмотрим. Значит, образование у нас здесь указано. Окей. Вышка. Прикладная математика. Программа. Окей. И дальше у нас пошел опыт работы. И вот здесь, честно сказать, мне читать довольно сложно, потому что это не структурированная какая-то вещь. Где-то стоят даты, где-то нет. Где-то стоит роль, вот, например, позиция стажер-программиста, где-то нет. Где-то есть компания, где-то ее нет. И, в общем, в целом, я как-то начинаю смотреть проекты. Вот групповая проектная работа, видимо, это вуз. Ну, наверное, это вуз, да? Скорее всего. Непонятна роль. Ну, то есть, что человек делал вообще-то в этом проекте. Если это что-то… А, непонятный стек, кстати. Ну, то есть, было бы неплохо указать стек. И так же и везде, в остальных тоже вещах. Если, может быть, это какая-то действительно достойная штука, можно дать ссылку. Дальше мы видим следующий опыт работы. И там по названию компании, которую мы замазали, в общем, понятно, что, скорее всего, этот человек писал действительно на плюсах. Потому что, ну, тут не написано, чем компания занимается, но из названия понятно было. Я как рекрутер могу предположить, что все-таки кажется, действительно, это плюсовик. Дальше у нас идет тоже проект, непонятно с чем связанный. Ну, в смысле, это рабочий проект. Как вам? Вы понимаете, что это за проект? Мы там додумывали, что, может быть, это летняя какая-то практика и курсовая работа в институте. Приходится додумывать, да. Ну, то есть, я предполагаю, что это стажер, ну, Джун плюсовик, но я не уверена, что он именно этого хочет. В смысле непонятно, что хочет человек. Языки программирования, ой, языки программирования, языки, значит, русский родной, не уверена, что это надо указывать. Немецкий уровень А1, ну, здесь можно тоже все остальные языки, наверное, тоже указать. Кажется, достаточно указать английский, этого будет вполне окей. Есть ли у нас что-то дальше? Я, кстати, здесь вот пока не уехали, погоди, вот по поводу того, что мы догадались, что он плюсовик, но сделал такое предположение, потому что мы, типа, опытные. Да. А если мы берем как бы ребят, которые менее опытные, начинающего рекрутера, вы можете SQL увидеть, да, у него есть, условно говоря, на входе некое требование к вакансии, в котором есть ключевые слова, и на выходе есть какие-то вот резюме, которые по этим ключевым словам подходят. И чем меньше опыт у того, кто обрабатывает резюме, естественно, у него, тем меньше возможностей додумать, вот придумать то, что вот мы сидели вчетвером, придумали, ага, компания, да, понятно, знаем, что делает, поэтому скорее всего он занимается этим. А потом этот чек сидит такой, а почему мне рекрутеры ничего не пишут или пишут не то, что надо? и соответственно такая же история с разработкой геометрических методов, анализом данных и так далее. То есть мы уже с высоты прожитых лет и опыта и так далее, мы понимаем, что да, эти технологии, они устроены вот так, эти системы делаются скорее всего вот так, то есть мы додумываем. А додумывать это плохая в данном случае история, потому что естественно мы додумываем совсем не то, что нужно на самом деле было додумывать. Мне нужен специалист по драйверам, а он на плюсах, например, программировал вообще не то, что мне интересно. Ну то есть если так вот емко сказать, что как можно улучшить резюме, значит здесь, пожалуйста, напишите, что вы хотите вообще, чем хотите заниматься. Пожалуйста, напишите стэк ваших проектов, ну хотя бы, это тоже поможет на самом деле. То есть если вы пробовали разные языки и технологии только в плюс, ну как бы укажите про это. И чуть больше структурированности в опыте работы, чтобы было понятно, ваша роль конкретная. Ну то есть понятно, что вот здесь вы стажер-программист, а в остальных не очень понятно. Так. Ну и по оформлению небольшой комментарии, конечно, то, что там много контактов в начале, это здорово, но их все-таки надо компактнее, потому что это не главное. Вам нужно на первой странице донести... Да пусть ваше резюме будет одну четвертую занимать. Это же вообще вот этот кейс, который можно сделать на одну страницу. Абсолютно. А он, кстати, да, он же большой-большой резюме. Да, это большой резюме. Несмотря на то, что данных немного. Пусть там будет два-три абзаца, и этого будет достаточно. Классно. Конечно. Первая страница должна быть вашим лицом. Там должна быть самая мякотка. Самая ключевая, да. У нас еще есть немножко времени. Мы можем попробовать успеть разобрать пятое резюме. Оно выглядит вот так. Это, кстати, оборотная сторона. Да, да, если там очень не структурирована, здесь прям таблица. Переструктурирована. Да, переструктурирована. От этого лучше не становится. И, кстати, вот эта вот табличка, немножко как бы мешает. Окей, сверху мы видим, что у нас есть имя, у нас есть разные ссылки. Там и на LinkedIn, по-моему, на GitHub, и на почту. Хорошо. Телеграм у него, там был Телеграм указан. А дальше начинается странное. Потому что, обратите внимание, вот у нас есть название, замазанное название компании, должность есть. Почему-то в одной, в двух компаниях в разных человек работает одновременно. Интересно, непонятно. Вопрос сразу возникает. И непонятно, что человек там сделал. Но ниже, если мы полистаем, тут есть технические проекты. Почему это не объединить, мне вот непонятно совсем. То есть, это же кажется очень логичным. Если они объединены, если они друг другу мачатся. Ну да. И вообще, какой смысл писать? Там вверху было написано, что человек присоединился к команде. Зачем? Какую информацию это несет? Да, кстати, да. Да, да. Об себе никакой. То есть, что человек в этой команде делал? Какие результаты он достигал? А, он же в ноябре только присоединился. Но почему он в двух компаниях одновременно присоединился? Нам не понятно. Он не может определиться. На самом деле, здесь еще обратить внимание, на что, ну, почему мы зацепились тогда? Мы зацепились за то, что коллега присоединился к инфраструктурной команде, к бэкэнд-команде, дата-аналитиком поработал, в маркетинге поработал, в АХО поработал, или как правильно называется? А, логистика. А, логистика. Ну, тут, это были летние стажировки, он себя еще искал. Да, то есть, нашел где-то. кем же он все-таки сейчас. Да, кем он хочет быть. То есть, в итоге, не очень понятно, ему интересно поработать в инфраструктуре, ему интересно там. То есть, понятно, что это ворох, да, типа, возьмите меня, я все могу. Ну, тогда так и напиши, что я готов упробовать себя в работе. Я все еще не могу. Мне кажется, здесь такая логика, как раз таки на первой странице, о чем ты говоришь, только мяса тут не хватило. Он попытался такой summary сделать. Я вот работал вот здесь, а дальше в формате практически сочинения написал, что вот здесь можно подробно все прочитать, что я делал, умею, ссылки, кстати, да, это хорошо. Кстати, интересный момент, да, если действительно кандидат такой неопределившийся и до конца не знает, а что же он хочет здесь делать, то вообще это не грех иметь несколько режима с позиционированием на разные роли и попробовать. Ну, кстати, вопрос, а вот с точки зрения работных сайтов это понятно, я держу несколько режимов, а если я откликаюсь, я откликаюсь на, то есть, условно говоря, я беру... Рекрутер видит, что у тебя несколько режимов, то есть можно посмотреть несколько, что там, например, ну да, и он выбирает, какие там еще есть. Ну, условно, ну, условно, на HeadHunter, если я прочитала на сайте компании, нашла вакансию, который мне нравится, просто берешь наиболее подходящее резюме под эту вакансию и его отправляешь. И для Джуна это нормально, ну, то есть как-то сформально считываешься. потому что первый разговор с рекрутером, наверняка же все равно, рассказывают о компании, о позиции, о том, что там нужно будет делать, какие задачи, правильно? Я бы еще, знаете, что хотела бы посоветовать? У Джуна есть выбор. По-моему, в этом было резюме, или в прошлом, мы не оставим, мы же контакты замазываем, но часто попадались нам очень странные контакты, очень длинные почты, или они не очень бизнесовые, скажем так. Не смешные, это моя любимая тема. Или там Telegram, который, он, правда, тоже сложный, длинный. На самом деле, еще часто резюме в PDF присылают, с которого копировать невозможно. И рекрутеры сидят, и хотят написать, и они в Telegram ищут контакты, или в почту вбивают, но рекрутер ошибется. Ну, с большей вероятностью, рекрутер ошибется, когда вот такой адрес. Поэтому специально для поиска работы сделать красивое себе... Имя, фамилия. Имя, фамилия, все. И, ну, если это большая очень фамилия, то тоже сократить. То есть красивые почты, запоминающиеся какие-то, но не потому, что они смешные, а потому, что они легкие. Ну, просто иногда были наопытные ящики на заре интернета, когда все было свободное, да? Сегодняшний джунам очень сложно. Не, не, ну, скорее история про то, что ты смотришь вроде взрослого человека, а у него очень смешной какой-нибудь ник из его ролевой игры. Из детства. Первая почта, которая была. Или из детства, да, первая почта, типа там убийца носорогов, там вот это вот все. Ну, конечно, это здорово, но по опыту реально гораздо круче, когда у тебя действительно имя фамилия и на каком-то там, ну, распространенном домене, потому что у тех же рекрутеров, у тех же компаний, особенно в сфере банков и так далее, у них стоят фильтры на входе. И если ты пишешь с какой-то непонятной почтовой системы, то, скорее всего, тебя зарежет их с поморезкой, и ты просто не достучишься. Кстати, выбор логина это вообще очень важная штука. Например, у нас в Яндексе ты можешь сменить почти все, что угодно, даже имя с фамилией, но один раз, зайдя и выбрав себе логин, этот логин с тобой на всю жизнь. Но выбрать ты можешь любой, к слову. Выбрать ты можешь любой, но ты можешь уволиться, вернуться, сделать все, что угодно, но твой логин останется с тобой. Поэтому делайте разумный выбор. Я больше за поморезки, потому что опыт. Поморезки? Ну, те, которые на входе стоят фильтры, если ты пишешь с какой-то своего домена, у тебя есть свой домен, на который ты купил где-то за небольшие деньги, ты на него, естественно, недонастроил его до тех уровней безопасности, обеспечения безопасности, к которым привыкла современная вся эта интернет-инфраструктура, ты просто рискуешь, и тебя не увидят. Ну и в обратную сторону, не очень приятно, когда у тебя в сабжекте появляется вот этот спам, то, что тебе банковские штуки пишут. Мне хочется успеть ответить хотя бы на один вопрос. который нам прислали. Много вопросов, простите, мы тут заговорились. Какое резюме вам запомнилось в хорошем смысле? Чем оно выделялось из общей массы? Мне кажется, хороший вопрос. Хороший. Где-то было... Я могу быть... Не из этих, а вообще, в принципе. А, вообще. А, вообще. Интересно же. Мне очень запомнилось резюме, которое было создано исключительно под мою вакансию. То есть человек подготовился настолько, что он посмотрел все наши видео, все наши статьи, то есть было видно, что он как бы делал отсылки. То есть он прям написал. Я прям читала резюме и понимала, блин, он знает примерно половину того, что я обычно рассказываю на собеседовании про нас, потому что он уже подготовился. И я прям моментально написала, говорю, давай, конечно же, разговаривать. Это очень интересно. Я вот запоминал только всякие дизайнерские прикольные резюме. Я видел, вот они там оформляют, креативят. А тебе это в плюс? Плюс. Ну, я же их запомнил. Хотя я искал не дизайнера, но просто вот попадаются... Хотите попасть к Роме, значит, делайте супер дизайнерские резюме. Дизайнерские резюме, да. И переходите на бэкэнды. Ну, как бы, почему нет? Нет, ну, так вот я, наверное, сходу не отвечу, а вот для творческих профессий там поле для деятельности, чтобы тебя запомнили, чтобы ты мог выделиться. Как бы, я, наоборот, запоминаю плохие. Ну, как бы, хороших много. У меня другая ситуация. Я не запоминаю резюме, я запоминаю людей. Вот если человек написал хорошее резюме, и я его нанял, а потом он еще что-то хорошее сделал, тогда я запоминаю человека. Резюме — это... Это просто повод поговорить, да? Да, это повод поговорить. Поэтому, конечно, я не помню резюме. Могу сказать, что да, мне нравится резюме хорошо структурированный, где вот на первой странице все видно, о чем человек пишет, что он хочет. Его навыки, Его цель. Когда, по сути, ты читаешь, и ты прям получаешь ответы на свои вопросы. Конечно. Ты читаешь первую страницу, и ты понимаешь, с кем ты будешь разговаривать. Вот зачем нужны резюме. Окей. Лика. Тесять тысяч резюме. В смысле, с собеседованием. С собеседованием. С собеседованием. Слушай, вот сейчас я не выделю одно. Тут, знаешь, скорее, я плюсую, что структурированное. Это правда. Ну, то есть сейчас я не вспомню такое. Я помню, что они были. Их было много, конечно же, но вы конкретные не вспомнили. Ну, скажем так, плохие резюмы. Но это не в плюс, конечно. Чем выделиться? Чем надо выделиться, чтобы ты вот как-то прям обратилась? Слушай, правда, если мы говорим про, когда у тебя мало опыта, одна страница, пожалуйста. В смысле, вот одна страница, и ты все понимаешь про человека. Максимально структурировано, без лишней информации. Чтобы не хотелось, даты где-то вот... Знаете, что не люблю? Это вот моя, может быть, перспективная, когда даты начинают плыть. Вот у тебя опыт работы год такой, а здесь год повыше. Ну, понимаешь, да, когда... Рекрутер очень въедливый, ребята. Да, это правда. То есть, типа, начинайте от последнего и ниже, да, а не вот так вот, и ты додумываешь, а почему он так пишет? Резюме должно быть такое, чтобы не приходить... У тебя, правда, 30 секунд на скрининг, в смысле, у тебя у рекрутера. А у вас вот эти первые впечатления 30 секунд. То есть, пожалуйста, делайте резюме таким, чтобы не приходилось ничего додумывать. У меня есть лайфхак. Если вы хотите про себя очень много всего рассказать, сделайте два резюме из серии... Вот здесь очень коротко, про опыт. Если хотите более подробно, я пришлю вам суперподробный... У меня прям есть такие кейсы, когда есть большое подробное резюме на три листа и есть одно на один лист. Окей, спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Всем желаем классных режимов и собеседований. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok